Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на первом уроке второй части курса «Французский язык. Водно-коррективный курс». Напомню, чем мы занимались с вами в нашей первой части. Мы с вами начали изучать систему французских гласных звуков. Мы с вами уже знаем, что французская система фонетическая насчитывает 35 звуков. При этом 15 гласных, 17 согласных и 3 полугласных, или иногда их называют полусогласными. Они занимают промежуточное положение между гласными и согласными звуками. Поэтому во французской фонетике принята такая система обозначения. Мы с вами также уже знаем, что гласные звуки, или иногда мы называем их фонемами, делятся на передние и задние, открытые и закрытые, неокругленные и округленные, а также чистые и носовые. Мы с вами знаем, что при практическом обучении фонетики иностранного языка, иногда и родного языка, пользуются специальной записью. Она называется транскрипцией. Транскрипция принята во всем мире, единая, и поэтому разные фонетисты, которые преподают разные языки, пользуются в основном одними и теми же знаками, но в зависимости от языка количество знаков для обозначения гласных или согласных фонем может меняться. А все транскрипированные звуки, слова и фразы заключаются в квадратные скобки. То есть квадратные скобки являются знаком того, что перед нами не текст, а транскрипция, то есть транскрипированная запись слова. Напомню, как мы с вами работали в первой части французского курса. Мы с вами постепенно изучали разные гласные звуки французского языка и характеризовали каждый звук. И сегодня в связи с состоявшейся уже традицией, мы также начнем с того, что сначала расскажем вам о гласных французского языка, гласных заднего ряда. Их четыре. Вы сейчас видите их на вашем экране. И первое гласное – это гласное заднего ряда «у». Далее мы вам предложим ознакомиться с тем, как этот гласный звук обозначается на письме. То есть в каком положении, в конце слова, в начале слова, в середине слова, в группе согласных или гласных звуков несколько букв или одна буква читается как звук «у». И дальше мы покажем вам примеры. Мы с вами познакомимся с какими-то исключениями. Как мы знаем, ни одно правило фактически не существует без определенных исключений. Далее мы предложим вам материалы для чтения. Сначала мы также ведем некоторое количество имен существительных, в состав которых входит этот звук, несколько прилагательных и несколько глаголов. Как обычно, несмотря на то, что курс наш в основном фонетический, он называется вводно-коррективный курс, мы настаиваем на том, что уже на этом этапе изучения французского языка необходимо набирать лексику, как активную, так и пассивную. Конечно же, в основном мы ориентируемся сейчас на активную лексику. Наиболее распространенные и наиболее употребительные слова, словосочетания, выражения французского языка. Затем мы вам предложим небольшой текст для чтения. Как обычно, мы будем читать небольшой французский текст, не очень сложный, и его комментировать. Какие-то задания мы будем предлагать вам для самостоятельного изучения. А сейчас, как уже сложилось в нашей передаче, мы попросим Владимира Николаевича рассказать нам о особенностях гласного звука заднего ряда, гласного «ы». Итак, напомню, во второй части нашего курса по французскому языку мы продолжаем тренировать произношение, прежде всего, гласных. С гласных мы начинаем работать над очередным фрагментом современного французского языка, гласные заднего ряда. Четыре гласных звука нам с вами предстоит освоить в ближайшие телевизионные уроки. Это звуки У, О, О и А. Вот это четыре звука, над которыми мы будем работать в ближайших телевизионных уроках. Ну, а начнем мы этот цикл телевизионных передач, посвященных современному французскому языку с гласного «у». Вот здесь самое главное – запомнить следующее. Во-первых, гласный «у», его вы видите сейчас на слайде в транскрипции, это закрытый округленный гласный. При этом язык, спинка языка лежит плоско и слегка оттянута назад, рот почти закрыт, а для того, чтобы правильно произнести этот звук, нужно сильно округлить губы и помнить о том, что при артикуляции французских гласных губы и вся артикуляционная база носят очень напряженный характер. Ну, вот можно сравнить это с тем, к чему мы привыкли в русском языке. И некую аналогию можно провести с такими русскими словами, как «ухо» или «кукушка». Попробуйте несколько раз произнести эти русские слова, обращая внимание на то, как вы артикулируете звук «у», русский звук «у» в слове «ухо» или «кукушка». Зафиксировав эту произносительную норму, вы попробуйте теперь вычленить отдельно этот звук, помня о том, что при артикуляции французских звуков все органы речи и язык, и губы должны быть более напряжены, нежели мы к этому привыкли в русском языке. Итак, попробуйте, соблюдая эти правила, произнести французский звук «у». Я полагаю, что пока ничего сложного в этом нет. Но мы не случайно начали второй цикл наших телевизионных уроков с не очень сложных по артикуляции звуков французского языка. Ну и сложность на самом деле, конечно же, не столько в произнесении отдельного звука, не столько в артикуляции отдельного звука, такого как звук «у», тем более, что похожий звук, аналогичный звук, есть и в русском языке. Как вы уже знаете, основная сложность поджидает нас с вами, изучающих французский язык, в правилах чтения. Вот здесь действительно дело обстоит гораздо сложнее, чем в русском языке. Дело в том, напомню, что один и тот же звук во французской орфографии, в письменной традиции может передаваться и действительно передается большим количеством буквосочетаний. Вот, собственно, на это, наверное, и нужно обратить особое внимание. Давайте с вами посмотрим общую схему, перечень возможных буквосочетаний, которыми на письме передается этот звук. звук «у». Вот вы видите, что звук «у» может передаваться и простым буквосочетанием «о», «у», либо буква соответствующая может нести некоторые диакретические значки, дополнительные значки, как во втором случае – это «оксансерконфлекс», в третьем случае – «оксанкаф». Это простые такие двойные буквосочетания, а далее вы видите и буквосочетания, состоящие из трех букв. Вот первые четыре случая относятся к словам, собственно, французским. Но, как и в любом языке, во французском языке есть много заимствований. Заимствования тоже содержат аналогичный французскому звук «у». Они могут быть заимствованы из итальянского, из английского языка. И вместе с этими словами во французскую письменную традицию, так это сложилось, приходит и соответствующее написание. То есть французская орфографическая традиция сохраняет правила правописания слов, заимствованных слов, то есть пишутся они так, как это было принято в языке источники, откуда это слово пришло в современный французский язык. Вот поэтому наряду с традиционными буквосочетаниями, которыми передается звук «у», мы можем столкнуться в текстах и со словами, вот с точки зрения французского языка, обладающими непривычными буквосочетаниями для передачи все того же гласного «у». Ну, давайте теперь более подробно разберем на конкретных примерах, какие буквосочетания, в каких позициях будут нам с вами встречаться в текстах. Итак, первый случай. Первое буквосочетание, передающее звук «у», это буквосочетание «оу», и несколько примеров. Например, «ля кур», «двор», либо «ль шу», «капуста». Естественно, на письме тоже существуют некоторые исключения. Это связано с длительной историей существования французского языка, и некоторые слова до сих пор сохранили несколько непривычное с точки зрения современности написание. Вот к ним относится слово «лю све» «желание». Обратите внимание на достаточно сложную орфографию этого слова, но нам важно, что в данном случае знакомое нам буквосочетание передает не звук «у», а звук, который, если вы учили английский язык, напоминает вот такой губной звук «в». Итак, есть исключение, еще раз обратите на это внимание, когда буквосочетание, которое в основном, ну, скажем, на 90%, читается по правилу, то есть передает звук «у» в некоторых словах, например, «све» передает совсем иной звук, а именно звук «в». Следующий случай. Следующий случай представляет собой тоже традиционное для французской орфографии написание. Вы видите на ваших экранах пример слова «легу» «вкус». Вы видите, что в данном случае звук «у», звук, который нас сегодня интересует, это гласный, напомню, закрытый, округленный гласный заднего ряда передается через две буквы «о» и «у» «сюркофлекс». Достаточно традиционно, как я уже сказала, для французского языка написание «легу» «вкус». Конечно, нам хотелось бы еще напомнить нашим слушателям о том, что фонетический курс или водно-коррективный курс, как мы назвали его, это не только курс, ориентированный на то, чтобы научиться правильно читать по-французски, не только курс, в котором наши слушатели должны познакомиться с орфографией и с фонетикой французского языка, но это как бы предварительный курс к следующей части, грамматической части, поэтому все усилия наших слушателей должны быть направлены на то, чтобы как можно больше усвоить лексического материала. В нашей первой части мы рекомендовали нашим слушателям завести слова реки куда, по мере поступления, по мере изучения новых слов, вы бы записывали слова с транскрипцией, фиксировали бы не только первое, но, может быть, второе значение того или иного слова. Все это необходимо для того, чтобы, начиная уже со следующего уровня, с третьей части водно-коррективного курса, продвигаться в изучении французского языка более интенсивно. Давайте посмотрим еще следующий способ обозначения звука «у» на письме. Это тоже традиционный способ для французской орфографии. Это «уу», в данном случае «апсанграф», и слово, которое очень важно для изучающих французский язык, и выбрано нами в качестве примера слово «у». Это вопросительное слово «где» или «куда». «У». Давайте посмотрим еще следующий случай обозначения на письме звука «у». Вот выбрано слово, которое во французском языке имеет двойное произношение, либо произносится как «ут», либо произносится как «у». В данном случае интересующий нас звук «у», выражается не просто двумя буквами, а целыми тремя буквами, то есть «а», «у», «у», «граф». Это слово «август». Давайте теперь посмотрим, как обозначается звук «у» в заимствованных словах. Итак, еще раз напомню, что помимо собственно французских слов во французском языке, ну, на самом деле, как и в любом другом современном европейском языке, есть много заимствований. Французская письменная традиция характеризуется тем, что она не меняет внешний облик слова при его заимствовании. На слайде вы сейчас видите заимствование, как вы уже догадались, из английского языка. Обратите внимание, что правописание остается таким же, как и в английском языке, а вот постепенно слово приобретает характеристики звучания, которые свойственны современному французскому языку. Вот такое взаимодействие традиций орфографических того языка, откуда слово пришло, и попытка произнести это слово на французский манер, вот оно, собственно, и приводит к тому, что к французским правилам орфографии прибавляется еще и необходимость помнить о том, что какие-то другие буквосочетания, которые пришли из другого языка, точно также читаются по нормам французского языка. Вот двойная удвоенная буква О в данном случае присутствует в слове для футбол. Футбол тоже значение остается, но надо помнить, что удвоенная буква О в данном случая передает звук У Л Футбол. Еще одно заимствование тоже из английского языка, буквосочетание, не свойственное для современного французского языка, но тем не менее читающиеся как знакомый нам уже гласный У Л КЛЮН, КЛОУН. И последний пример на то, как по-французски читаются некоторые заимствования, которые сохраняют правописание того языка, откуда они пришли. Еще одно слово, тоже заимствованное современный французский язык из английского языка, слово со значением интервью, оно так и переводится, и читается, вот вы видите транскрипцию на слайде, читается как интервью. Вот три таких возможных, несвойственных современному французскому языку способов передачи, буквенной передачи гласного звука. но напомню, это относится к заимствованным словам в основном из английского языка, как и в современном русском языке, во французском языке. В последние десятилетия наблюдается экспансия английских, англоязычных заимствований. Ну, очевидно, это общеевропейский процесс, связанный со все возрастающей ролью английского языка в международном общении. То есть, ни французский язык, ни русский язык, ни другие европейские языки этого влияния не избежали. Но каждый язык по-разному испытывает на себе влияние английского языка. Вот что касается орфографии, правописания, мы с вами на конкретных примерах увидели, как заимствуются английские слова и каковы правила чтения тех или иных буквосочетаний в английских словах. А теперь, я думаю, настало время потренировать чтение отдельных групп слов. Да, но перед тем, как мы перейдем к тренировке отдельных слов, которые содержат в самом составе звук У, звук, который нас сегодня интересует, мне хотелось бы сделать несколько замечаний. Во-первых, если мы с вами вспомним три заимствованных слова из английского языка, которые только что комментировал Владимир Николаевич, то, конечно же, необходимо еще обратить внимание на то, что некоторые слова, которые заимствуются из английского языка, например, французский, сохраняют в целом звучание того языка, из которого они заимствованы. Ну, например, так произошло с словом футбол. Или же так же произошло со словом лаунтовью, интервью. Но, если мы с вами вспомним, как по-английски звучит слово клоун, то мы с вами должны говорить о том, что слово было заимствовано не в его фонетической оболочке, а только в его орфографической оболочке, потому что, напомню, по-французски клоун ла клюн, по-английски клоун э клаун, то есть происходит подмена одного звука лифтонга в английском языке, звука мунафтонгом в французском языке. И те же самые процессы происходят не только в одном единственном слове ла клюн, но вполне ожидаемо и в других французских словах иностранного происхождения. Об этом, конечно же, тоже стоит помнить. И скорее, вот мое небольшое замечание адресовано тем, кто когда-то изучал иностранные языки, и поэтому знает, например, что какое-то определенное слово пришло в французский язык из другого языка. И вот здесь как раз-таки таких знающих могут подстерегать опасности, опасности именно фонетического характера, поскольку человек будет стремиться сохранить как бы иноязычное произношение, говоря по-французски, а вот как мы с вами только что могли убедиться, это не всегда оправдано. То есть слова, которые заимствуются, в том числе, и во французский язык, иногда подвергаются ассимиляции. То есть они начинают произноситься в иноязычной среде не так, как они произносятся в родном языке, то есть в языке, из которого они были заимствованы. Будьте внимательны, когда вы сталкиваетесь с заимствованными словами, и если у вас возникают какие-то сомнения, лучше проверить произношение того или иного слова по словарю. А сейчас мы с вами перейдем к тренировке французских слов, как обычно, это существительные, существительные, которые в большинстве своем вам хорошо знакомы, потому что они были заимствованы, например, из французского языка в русский, и значение этих слов вам будет легко узнать или догадаться. Поэтому данное упражнение с нашей стороны не предполагает перевода, но мы, как обычно, указываем вам грамматический род данного существительного справа от слова, чтобы вам было проще ориентироваться. Если у вас все-таки возникают какие-то вопросы по поводу значения того или иного слова, посмотрите в словаре и, конечно же, не забудьте выписать то или иное слово в свой собственный словарик, с тем, чтобы, повторяя это слово хотя бы несколько раз в день, вы его заучили. Начнем с самого простого, вот с таких слов, которые вам хорошо известны. Групп, пудр, агагу, куплей. Напоминаю, что на конце французских слов не произносятся. Давайте еще раз послушаем, как звучат эти слова и повторяйте след за нами. Групп, пудр, агу, куплей. Следующая группа слов также не представляет никакой сложности. В этой группе слов у нас есть два слова, которые одновременно могут использоваться как существительное мужского рода, так и существительного женского рода. Это первое и четвертое слова. Слова, обозначающие деятельность, человеческую деятельность и профессию. Турист, амор, луком, журналист. Давайте послушаем еще, как звучат эти слова. Следующая группа слов также вам хорошо знакома или значение этих слов можно догадаться по звучанию. Послушайте еще раз как звучат эти слова. И еще три существительных, которые содержат в своем составе звук У, распространенные и, конечно же, понадобится нам самое ближайшее будущее. Сувенир, суп, букей. Сувенир, суп, букей. Это были существительные. Как обычно, мы хотим вашему вниманию предложить еще несколько прилагательных. Напомню, что обычно мы указываем две формы прилагательного, если форма мужского рода и женского рода различаются. Если же формы мужского рода и женского рода совпадают, то мы не указываем вторую форму. Тоже очень распространенные прилагательные французского языка, о их значении вы тоже можете догадаться. туристик, амуре, амуре, дубль, нуве, нувелли. Послушайте, пожалуйста, еще раз, как звучат эти прилагательные и постарайтесь их заучить. туристик, амуре, 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 тубль, нува, нувелль. И четыре глагола, четыре французских глагола, тоже значения которых вы можете легко угадать. Как вы видите, это глаголы, которые имеют во французском языке допустим, однокоренные существительные дублей, пудрей, сегруппей, седушей. Послушайте, как звучат эти глаголы еще раз и повторите вслед за Владимиром Николаевичем. Дублей, пудрей, сегруппей, седушей. Еще раз хотим напомнить вам, что слова необходимо выписывать в отдельную тетрадку и необходимо их заучивать. Таким образом у вас есть возможность не только потренироваться в произношении французских слов, но и нарастить лексическую базу. И, конечно же, следующее наше упражнение также направлено на увеличение активного и пассивного лексического состава. Мы уже приводили вам примеры данного рода. Когда глагол «этер», глагол «быть» во французском языке, который используется в виде глагола связки, образует некоторые устойчивые словосочетания с прилагательными. Вот как в данном случае. Давайте посмотрим на экран. Вы увидите несколько словосочетаний, в состав которых входит глагол «энтер». «Этра кущей». «Этра дюжёр а лёх». «Этра кущей». «Лежать». Добрать эти внимание. «Находиться в лежачем положении». Если мы с вами попытаемся перевести данное словосочетание дословно, то получим «быть лежачим». Также глагол связка «этр» входит в следующее выражение «этр toujours а лёх». «Быть всегда вовремя». «Приходить всегда вовремя». «Быть пунктуальным». Давайте посмотрим еще группу, на данном случае с глаголом «фэх». Вот еще перед вами на слайде устойчивое словосочетание, которое, однако, образовано за счет многозначного, весьма многозначного глагола «фэр» «делать». Ну, а в устойчивых словосочетаниях, таких как глагол «фэр» плюс существительное, глагол приобретает значение, которое при переводе может соответствовать в русском языке тоже определенным устойчивым словосочетанием, как в случае «фэр» «ди торсм» «заниматься туризмом», либо «фэр» «ди патинаж» «кататься на коньках». Вот это пример того, как универсальная клишированная структура с использованием глагола «фэр» плюс существительное во французском языке может переводиться на русский язык, то есть имеет некоторые оттенки, которые не выводятся из значения первого знакомого нам уже с вами значения глагола «фэр» и, по сути дела, представляют собой устойчивые структуры, значения которых нужно запоминать. Точно так же, как нужно, наверное, обогащать постепенно свой словарный запас устойчивыми словосочетаниями, которые есть в любом языке и которые известны под названием пословиц и поговорок. Тоже устойчивые словосочетания, которые часто употребляются французами в бытовом общении для того, чтобы подчеркнуть отношения к чему-то, кратко высказать отношения к ситуации, о которой идет речь. Потому что пословицы и поговорки, аккумулируя многовековой запас знаний об окружающем мире того или иного народа, позволяют достаточно кратко, но емко определить свое отношение к той или иной ситуации. Вот несколько примеров. Давайте с вами посмотрим. Кто ищет, тот найдет. Или ищите и обрящите. Во втором случае это не просто пословица, это крылатое выражение, взятое из библейских текстов. Но оно наряду с первой пословицей Кешеш-Труф вошло в словарный фонд современного француза. Еще одна пословица, крылатая фраза, принадлежащая известному французскому драматургу эпохи классицизма Пьеру Корнелю. Тужу ремей, тужу пляр, тужу суфрир. Всегда любить, всегда рыдать, всегда страдать. Тужу ремей, тужу пляр, тужу суфрир. Вот это те три пословицы, или, иначе говоря, крылатые фразы. Есть вот еще такое обозначение для клишированных стереотипных высказываний, которые рекомендуется выучить, выучить, естественно, наизусть. И напомню, вот такие пословицы, поговорки, которые мы будем постепенно накапливать с вами в ходе изучения французского языка, они нужны для бытового общения, потому что в достаточно краткой, емкой форме позволяют вам в ходе общения высказать свое отношение к тому, о чем идет речь. А мы с вами теперь можем перейти к чтению текста, напомню, что освоение правил чтения не просто отдельных слов, словосочетаний, а именно освоение навыков чтения текстов является, безусловно, одной из тех задач, которые мы перед собой ставим, предлагая вашему вниманию наш телевизионный курс. То есть в конце мы должны научиться хорошо, правильно читать и переводить с французского языка на русский. Вот этой цели и посвящен следующий фрагмент нашего телевизионного урока. Как обычно, текст будет посвящен некоторому персонажу, в данном случае его зовут Месье Мишель Кур. Это француз, и мы сейчас узнаем что-то о Мишеле Куре. Но перед тем, как мы будем читать уже предложение, мне хотелось бы напомнить вам, что в данном случае речь идет о некой законченной фразе в французском языке. И, конечно же, это не чтение отдельных слов, а чтение некой фразы, некого предложения предполагает наличие в нем интонации. На самом нашем первом занятии, в нашей первой части мы говорили о том, что для французского языка характерна особенная интонация. На самом деле особенная интонация характерна для каждого языка французского, русского, немецкого, английского и любого другого. Напомню, что мы с вами говорили о повествовательном французском предложении. Ударение в повествовательном французском предложении падает на последний слог каждой ритмической группы и сопровождается повышением тона. На последнем слоге предложения происходит понижение голосового тона. То есть, напомню еще раз, сначала мы несколько повышаем голос на предпоследнем слоге каждой ритмической фразе, а затем понижаем. Давайте посмотрим предложение про месье Мишеле Кура. Месье Мишель Кур Хабит Шехбух. Это фраза, которая достаточно проста для понимания, и мне кажется, что она не нуждается в каком-то особым комментарии. Наверное, вам нужно только вспомнить о том, что Шехбух это город, портовый город во Франции. Достаточно большой город. Давайте посмотрим на следующее предложение. Иля Бит Ру Де Ла Тур То же предложение, которое указывает, на какой улице живет месье Мишель Кур. Что же мы с вами можем узнать об этой улице? Давайте прочтем следующее предложение. Са Тру Эптит Эль Се Тру В Ту Пре Ду Мюзей Дезар Эта улочка совсем маленькая Се Тру Эптит Мы с вами помним, что в французском языке существительные согласуются по роду. Вот как в данном случае Ла Ру улица Это существительное женского рода. Вы видите указательное местное имение Сет, которое подсказывает вам род данного существительного. Что касается прилагательного, которое стоит в составе сложного именного сказуемого Эптит, то оно тоже стоит в женском роде. Сетху Эптит. Эль местоимение, которое замещает в следующем предложении существительное, которое выступает подлежащим Ла Ру, также находится в форме женского рода Эль Сетхуф Тепхэ Дю Музею Дезерр. Она находится рядом с художественным музеем, с музеем изобразительных искусств. Давайте прочтем следующее предложение. Тулежур Музею Кур Селефа Сетхэ Каждый день Музею Кур встает в семь часов. Вот следующий абзац будет посвящен фрагменту распорядка дня Музею Кур. Обратите внимание на устойчивое сочетание Тулежур каждый день изо дня в Ди. На глагол Селефей просыпаться вставать. И вот еще раз об этом мы говорили в первой части нашего вводного курса, когда обсуждали обозначение времени в французском языке. Еще раз посмотрите внимательно на то, как грамматически оформляются указания на время, а именно предлог А в семь часов. Асетер. Давайте еще раз прочтем предложение Тулежур. Секур селеф асетер. И препар имеет имеет значение готовить в широком смысле слова. Ну, вот в данном случае речь идет о том, что он варит кофе и заваривает чай. Вот, как видим, один глагол во французском языке, который сочетается с словами ле-кафе, ле-тей, на русский может переводиться различными словосочетаниями. И препар ле-кафе и ле-тей. Сафам префер ле-кафе им секур эм-л-тей. Его жена предпочитает кофе, а секур любит чай. Два глагола нам здесь с вами встречаются, на которые надо обратить внимание. Префер и предпочитать и глагол эм-эй любить. Без предлога надо встроить словосочетание с этими глаголами. Префер ле-кафе и мы ле-тей. Апрэй ле-пти дежене и ле-фэр дэ-ля-тей-ли. Обратите внимание на такое выражение апрэ ле-пти дежене после завтрака. Ле-пти дежене завтрак. Ил-фа-фэр дэ-ля-тей-ли. Он идет на телевидение. После завтрака месье Мишель Кур идет на телевидение. Давайте узнаем, что же он там делает. Ил-э-спеке-р а-ля-тей-ли. Он диктор на телевидение. Обратите внимание на слово спеке-р, слово иноязычного происхождения. Пришло французский язык из английского языка произносится несколько иначе, чем в английском языке. Эл-э-спеке-р а-ля-тей-ли. Давайте посмотрим следующее предложение. Он любит ходить пешком. И последнее предложение. Обратите внимание на глагол курьер, глагол бежать.